Девочки, заехали вечером в Сильпур, купили вот такие вот виды чая. Сейчас на этот чай скидка 50 грамм стоит 10 гривен. Это черный, и вот такой вот мы купили зеленый чай, байковый, китайский, ароматизированный сауссек. Еще мы купили вот таких вот два сока, они по 10 гривен. Очень вкусный, мы сразу же покупали, конечно, то, что никто не нравится, но в принципе по вкусу прикольный. Девочки, выделила день, специально сижу, отвечаю всем на комментарии. Я написала, у меня три шкафа, на секунду открелась, пробежала Белечка. Ну, дописала, кому непонятно, уже три, 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 три шкафа. Плюс, 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 потом шесть, 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 шесть. Белечка меня парит, у меня вот на самом деле столько шкафов. Фух, девочки, у нас полчетвертого сейчас. Только как-то здесь такое освещение классное, как будто бы день на дворе. На самом деле, это такая темень. Я уже столько всего переделала, сняла два видео. Одно отмонтировала, второе отмонтировала, там сейчас согласовываю с рекламодателем на этом видео. Сбегала на почту, у меня купили кофточку, это на Укрпочту. Вообще, возмущенная Укрпочта, если честно, это ужас. Просто очередины неимоверные, крик, скандалы. Когда молоденькие девочки там работают, смена есть, вообще все идеально, без задора, пришли, вещи дали, раз-раз-раз отпустили. Когда там есть одна пожилая женщина, это жесть. Она скандалит, она кричит, все у нее плохие, этих бабушек гоняет несчастных. Вот, недовольная я, в общем. Я отстояла там столько времени, наверное, минут 30 в очереди я. Прибежала быстренько домой, думала, на улице что-то вам поснимать. Но мне кажется, я вам уже тысячу раз показывала мою дорогу от дома до улицы, что уже все знают ее. У нас сейчас появился новый подшефный, это собачка. Мой дедушка сейчас прибежала, говорю, быстрее рыжик пришел, он бежит, его на улицу кормит. Вот, такой смешной дворняжка, и второй еще там рыжик у него есть, так что у нас теперь есть еще о ком заботиться. Я вам забыла совсем рассказать. На прошлой неделе я упоминала видео, что мы покупали моей маме телефон новый. Мы покупали ей айфон, причем мы заказывали по интернету, но это был новый. Мы специально искали в интернет-магазин, где новый айфон есть. Хорошая цена была. Мы тысячу раз спросили продавца, это новый телефон. Он говорит, да, новый. Мы говорим, хорошо, высылайте наложенный платежом на новую почту. Он выслал. И когда вы получаете аппаратуру на новой почте, нужно, чтобы вам писали пометку, что можно вскрывать. Потому что если этой пометки не будет от правителя, то работники новой почты не разрешают открывать. У нас эта пометка была, и сразу, когда я только взяла коробку в руки, у меня сколько уже айфонов было, говорю, Боря, что-то она, у меня какие-то они белоснежные, такие красивенькие, это ли какая-то такая замызванная, хоть запечатанная. Ну, там написано, можно открыть, и мы распечатали, начали активировать ее. Понятно, что активировать айфон занимает не 5 минут, а по правилам новой почты вы можете только 5 минут досматривать товар. Мальчик, который начал работать, начал возмущаться. Это ничего, что мы ждали 3 дня телефон, он на 3 дня задерживался по новой почте, он так долго ехал. Я ему говорю, ну, вы понимаете, такая ситуация, что какой-то телефон странный, говорю, мне нужно разобраться, он стоит не 2 тысячи гривен, он стоит нормальную сумму денег, и просто купить какой-то бракованный тоже не хочется, мне же никто потом не вернет эти деньги. Говорю, ну, у вас же есть напарник, позовите напарника, чтобы очередь не образовывалась, или не будет никакой проблемы. Нет, он не может его позвать, стоит, дергает меня. Мне Боря говорит, Валь, проверь Touch ID, работает или нет на айфоне, я проверяю, не получается, не получается. Тут уже Боря друг, Сережа, вот, что ты за айфон, что ты ничего не можешь сделать. Я говорю, я умею делать это все, или сейчас я на своем телефоне это покажу, хотя у меня как раз до этого момента функции Touch ID не было, я не пользовалась, неудобно было, я там есть пароль, я раз-раз-раз ввела. В общем, этот работник новой почты кипишевал, кипишевал, говорит, отказывайте от телефона, если вы так долго его смотрите. Мы говорим, мы можем потом его еще раз посмотреть, когда у вас там будет свободное время, там, либо позже как-то. Все, хам такой, в общем. Вышли, мы сразу позвонили на горячую линию. Боря говорит, почему, я ожидал три дня, вы задерживаете нам посылку на три дня, хотя по доставке было указано, что он будет в среду, мы получили его в пятницу вечером. А ваш работник, мало того, что он хам такой, неприятный, так еще и не дает посмотреть нормально. На горячую линию нам сказали, что завтра приходите, будете смотреть столько, сколько вам угодно. Вечером мы решили проверить, правильно ли мы активировали телефон, потому что до этого все аппараты, которые я покупала свои яблочные, я покупала в стационарных магазинах. То есть я приходила, говорю, вот хочу этот айфон, мне его настраивали, раз-раз-раз, все, пожалуйста, вот у вас айфон. Здесь же мне пришлось это самое все делать. Ну, как бы это не сложно. Я, в принципе, видела все эти шаги, я знала, как это делать. И мы вот в процессе, когда более вечером перепроверяли себя, все ли мы так сделали, мы с ним наткнулись, что есть такая программа, которая проверяет, подлинный ли у вас айфон. Неправильно я выразилась, не то, что подлинный. Не рефердишь ли это, не восстановленный китайский айфон. И, в общем, когда вы его активируете, имей вводите, если в этой программе вы вводите имей, то показано, когда этот телефон был куплен, когда активирован и когда заканчивается срок у него гарантии. Поэтому на следующий день мы приехали в новую почту, опять взяли этот телефон. В программе ввели имей и оказывается, что у него гарантия закончилась два года назад. То есть им пользовались, это не новый телефон, он уже был активированный и он был реформш. Мы начинаем звонить продавцу, он не отвечает. Поэтому, ребята, будьте аккуратны, если кому нужна такая программа, кто собирается в ближайшее время покупать яблочную продукцию, пожалуйста, я вам все скажу, скину в личное сообщение или куда вам это будет удобно. Поэтому маме мы телефон не купили, у нас теперь на повестке дня остался телефон. А, я не помню, я вам рассказывала, что я макбук купила? Наверное, я вам не сказала это. Я уже, если честно, не помню, что я кому говорила, где в комментариях писала, где отвечала, вообще, в голове каша. Я еще ничего не ела, кстати, одну котлетку съела и все, целый день бегаю, бегаю, бегаю. Сейчас пойду покушаю нормально. И самое главное мне сегодня освободить мою комнату, в которой сейчас ремонт полностью от всего, потому что там будут идти шаги такие, основные ремонты. Завтра мне Боря пообещала, что мы с ним будем шпаклевать стены. Ну, я вам это все буду показывать. Только я, наверное, это сделаю вам отдельным видео. Мой ремонт будет называться, наверное, бюджетный ремонт своими руками. Единственное, что я буду делать не сама, а то, что мне сделают ребята, это натянут потолок. Потому что Боря посмотрел мое освещение на видео и говорит, что там нужно кое-какие параметры изменять. Поэтому теперь он мне натянет потолок, там будут очищенные светильники, но это я никак сама сделать не могу. Вот, ладно, ребята, пошла кушать. Все, некогда мне даже лежать. На секунду полежала, спину свою размяла, побежала, покушаю и в бой, снова в бой. Еще хотела вернуть на секунду, хотела сказать по поводу... У меня есть одно видео, которое набрало 70 тысяч просмотров. Боже, какие там комментарии. Я когда... Я вот сейчас, если честно, стараюсь даже игнорировать, пролистывать. Но вчера у меня так, что настроение такое было и какой-то... А, один комментарий, который крайний, пришел, меня уже просто вот выбесил. Я решила, а, выскажу-ка я сейчас свое мнение. Ужас. Боря... Я писала эти комментарии, отвечала, и Боря такой глазом смотрит. Говорит, ого, ты такая добрая, черт. Я вообще тут такими бы словами посылала людей, просто люди неадекватные. И вообще такое пишут гадости. Что в голове? Мне Боря смотрит, там одна девушка в атаке такая, достаточно полная. Она говорит, походу, у нее, говорит, мозг маргарином заплыл, потому что вообще без запятых, с ошибками, без знаков припинания. Она мне пишет по поводу того, что секонд-хенд, покупки, люди, которые одеваются секонд-хенда, они там мало того, что карму там перенимают, но я уже к этому привыкла, там всякие все болезни, весь негатив, ничего, что там можно, и же позитив, в принципе, когда-то девочка мне написала. Но нет, у нас люди все плохое перенимают. Так еще и дети в колясках, которые инвалидных ездят, это тоже все из-за секонд-хенда. Просто вот, больничка, одним словом. Там столько оскорблений. Вот если бы в начале того, как я создавала канал, я получила бы такие комментарии, я бы, наверное, не смогла это даже перенести, я бы закрыла канал, перестала бы даже видео снимать. Сейчас я к этому уже так отношусь. Пишите, пишите, да, там глупости свои. Надо же куда-то свою желчи размещать. Ну пусть здесь на канале. Меня она никак не волнует. Ну как, не то, что не волнует, неприятно, конечно, такие вещи слышать. Тем более, если бы это была объективная критика, я, в принципе, открыта к негативу. Я открыта выслушать мнение другого человека, найти какой-то консенсус, пообщаться. Мне это интересно и приятно. Но когда это просто вот там ты дура и там с матюками, ну хорошо, мы показали своё развитие, свой уровень. Мне это просто что странно. Вот как, понимаете, мне мама говорит по этому поводу, что это всё интернет, век интернета, когда люди тебе в глаза этого не скажут, они тебе придут улыбнуться, а скрываясь за иконками непонятными, писать такой вот поток гадости, это просто вот как помоями облили и всё. Ну, пусть я плевает. Из меня, как с гуся вода. Всё, ребят, теперь точно побежала кушать. Приготавливаю комнату к ремонту и понаходила тут у себя. Это я писала тег... Ой, мне там, кажется, посуда упала. Ладно, сейчас расскажу вам, потом подуберу. Тег писала авто. Хотела снять, всё, как только не дошли. Надо будет поехать, не взять машину с гаража, снять такой вам тег. Это у меня японская революция по ходу за собой. Книжка такая, бюджи-консультанта. Вот столько советов, надо мне её перечитать. А это я нашла конспект, который я вела, когда училась на курсах косметологии и визажа. Боже, сколько тут всего интересного. Надо мне опять повторить это тоже всё, потому что уже забыла, как и красится правильно. Не знаю, где сколько записей. Тут и масочки есть, и столько полезностей. Это тут у меня бумажки. Мне надо на почту ехать ещё вечером на новую заказы, отправлять по ссылке. В общем, интересно, конечно, убирать. Так вот бывает. Доброе утро всем. Только что проснулись. Ещё проснулась. Я так вообще вчера ставила видео выгружаться на канал. Влоговое. Влоговое видео получилось, что оно грузилось с 5 часов вечера. В итоге я смотрю в 2 часа ночи, там только было 60%. Но мне надо было выгрузить именно в этот день, чтобы с графика не сбиваться. Я поставила себе будильник на 3 часа ночи. Думаю, как раз с 3 часа он закончил грузиться. Точнее, может, и закончил, но ни я, ни Боря, мы будильник-то слышали. Спали как убиты. Мне Боря в 6 будет. Говорит, Валя, ты же говорил, там что срочно у тебя. Я бегом смотрю, уже там комментарии пошли. Ребят, сейчас такое небольшое объяснение. Вот видео, которое вы видите сейчас, да, получается, это недельный влог в 18-й. В этом видео будет розыгрыш футболки. Но это будет в конце. И сейчас я снимаю, у нас только среда. Розыгрыш футболки с недельного влога в 17-й. Ромпер, сумка, платье разыгрывается 27-го декабря. Также, скорее всего, сегодня я сделаю видео совместное с блогером. Там будет конкурс, еще будут подарки. То есть конкурсов много, поэтому участвуйте во всех. Еще один конкурс международный идет. для России и Украины. В общем, в такой вот суматохе-суматохе сегодня просыпаюсь, Боря умеряет давление. Но у него с давлением проблемы, он постоянно его меряет, контролирует, чтобы не было повышенного, таблетку вовремя выпить. Говорит, померяй мне давление. Что-то мне так... Меряет мне... У меня давление было 102 на 60. Просто, видите, у меня синяки такие под глазами, это ужас. И он говорит, давай кофе пить, давай зеленый чай пить. Я с котом побегала, потом перемеряем, через час уже 120, повысилось. Но голова трещит просто. У нас сейчас ремонт, мы сейчас едем там, доделываем его, так долго тянется это все. Это вообще сил не моих нет на этот ремонт. Сейчас едем, делаем ремонт. Мне нужно переснять фрагмент видео, два фрагмента, плюс новое видео надо снимать. Я даже не знаю, где снимать, потому что у меня сейчас из-за этого ремонта полдом такой разгромлено все. Вот так, вот такие дела. А, забыла во всех поздравить с Николайчиком. Блин, это как вот я так могла, хотела, мне такая речь была заготовленная, а то я не поздравила. Извините, ребята. Сегодня я решила приготовить первый наш курс, у меня идет ремонт, надеюсь, вы меня будете слышать. Сосиски в тесте. Только дедушке сказал, я говорю, купи сосисок. Он мне купил, ну, вот такие вот толстые. Я с такими еще никогда не позволью. что делать, да я вообще, ну, я не знаю, скажу вам, вкусно, не вкусно это было. Ладно, отключаюсь, потому что перфоратор меня перекликивает. Девочки, я снимала видео о моей идее подарков на Новый год и там я показывала, нет, я тебя тоже показывала, сейчас я про подушку говорю, ты не кошка, это ужас. И дает мне видео снимать. Вот такую подушку показывала. Это фирма Душка, твоя подушка, очень классная. Вот эта наволочка съемная и наполнитель гипоаллергенный, конечно, на такой подушке сейчас спать не очень удобно будет, но вот в качестве ее использовать декора это супер. Я уже создаю новогодний уголок и там будет она стоять. Какая она классная, насколько она качественная. Ксена, ну господи, ну это не кошка, это ужас какой-то. Я просто поздно пришла сегодня домой и у нее паника. Это Ксена. Ну вот видите, если кошке нравится уже, она от этой подушки не отходит, значит это точно очень хорошее. Вот. Красивая, качественный материал, классная доставка. Мне понравилось, как она была упакована. Вакуумный, вот сейчас я вам даже покажу. Вот, лежит вакуумный такой пакет. Она много места не занимала. То есть я потом сейчас использую новогодние праздники, рождественские праздники. Потом могу взять, допустим, либо другую наволочку одеть, эту сложить, либо сложить подушку в такой вот пакет. Вообще я фанат подушек, у меня их очень много. Для меня это такая неотъемлемая часть декора. Это очень красиво, это создает дома такой уют, какое-то такое настроение делать. И на страничке, где я заказывала вот такую вот подушку, сейчас проходит розыгрыш. Подписывайтесь в инстаграм, и вы можете получить 6 января вот такую вот, либо другую, какую вы берете вы себе подушечку. Она очень хорошая, рекомендую. Это действительно классный подарок будет. Я хочу теперь домой заказать себе спальные подушки. Ну, вот мы сейчас с Борей выберем месте на сайте по каталогу, посмотрим, какие красивее нам подойдут под наш стиль. Так что, не благодарите меня. Я шучу. Нет, серьезно, от души рекомендую. Я, если советую, то только проверенное советую на своем опыте. Вот это вот говорю, да. Нам снег пришел. Соголочка. Что? Что-то холодное. Кофе. Вчера еще было все дождливо. Доброе утро. Я сегодня такая красочная, одела шубу. Вчера вечером к горе шли, снег такой был, так классно было. Но в итоге, я сейчас вам покажу, какая погода, чтобы вы видели, хотела снегу пофоткаться. Вот. Я еле-еле нашла клафтек, там, где был снег. А так уже все растаяло. Я эту шубу показывала в покупках летних секонд-хенда. Не помню уже, на сколько я ее брала, но как она мне нравится. Боже, вот смотрите. Мои перчаточки стази зеленые. И сейчас сапожки еще покажу. Сапожки обычные валенки я их декорировала. Одна нога и вторая нога. Подробнее покажу в предделках одежды. Девочки, обзор игрушек Бэрика, пакетик пятикопеечный, шнурочек, боевый без правил, чек, мыша, и бумажки, остальные это тоже не декоралось. Но пакетик это просто вот. За пакетик это можно нацепить на себя на место. Требаточка. Эта неделя салатная получилась. Сейчас я приготовила винегрет. До этого готовила салат оливье и салат с мивиной. Очень вкусный. Я вообще против мивины, но мне что-то так захотелось ее. Скушали на раз, с мивиной ингредиенты какие? Мивина само собой разумеется, вареная колбаса, да, да, правильное питание. Вареная колбаса, я и все, и соленый огурец. Все, конечно же, у меня сил вообще нет на голове, господи, черт и что происходит. Сзади меня вы можете видеть первыми мою стенку, но она еще не закончена, тут еще будет поверхностный слой, еще с перламутром, с шиммером небольшим, то есть и она еще сохнет, эта шпаклевка, такая венецианская штукатурка, грубо говоря. я смонтировала видео, сейчас на канале у меня проходит раз, два, три, четыре конкурса, в этом видео будет результат конкурса по поводу футболки, и в этом же видео будет начало нового конкурса, в призе я вам покажу завтра, когда будет освещение нормально, когда я может накрашивать, потому что сегодня я вообще, сейчас я иду видео поставила монтироваться, боже, мне будут монтироваться, только конвертировать, точнее, три часа, сейчас пойду в душ схожу, я рассчитываю, что на днях уже все будет закончено, мне уже свет, видите, другой поставили, но мне свет все равно еще не нравится, потому что, видите, вот он падает мне на лоб, а вот эту часть вообще не подсвечивает, ну, это поймут те, кто связан с роликами, с съемкой роликов, вот, вся неделя прошла в ремонте, я вообще толком нигде не была, сейчас у меня друг занимался небольшим таким бизнесом, и он нас позвал отметить свое, бизнес подходит к концу, ну, как бы, я не могу рассказывать уже секреты, поэтому, так завуалированно говорю, и он решил нам, как бы, как нам в народе говорится, выставиться, да, в общем, шашлыки готовят, и мы идем к нему в гости на шашлыки, вот, вот, на улице погода сегодня просто такое впечатление, что мир сошел с ума, то снег, то дождь, порывался, из новостей, девочки, я же, наверное, вам на видео это не рассказывала, помните, я ездила к котикам кормить котиков, два черных и одна разноцветная, так вот, один из черных котиков умер, так плакала на днях, еще буквально я приехала утром и кормила, все нормально было, а на следующий день Боря поехал, я не успевала, Боря поехал кормить котика и говорит, не может его найти, потом вечером ему позвонили, сказали, что такая вот беда с ним случилась, просто шел и умер, но он болезненный был, даже я их кормила, он кушает, кушает, стоит, потом бамс, упал, как в обморок, жалко очень, я так привязываюсь к этим животным, это, а еще вы, наверное, не видите на камере, у меня губа разбита, это Беречка, с ума сошел, мой кот, носится, как угорелый, лошадь такая, бешеная, сумасшедший мальчик, вот, как пришла эта неделя, я даже не заметила, боже, мне не нравится состояние моей кожи, мне такое впечатление, что мне нужна маска какая-то, потому что, маска в смысле какая-то восстанавливающая, потому что вот эта пылюка, которая от ремонта оседает, давайте я покажу потолок свой, вот, видите, туда зайчики бегают, но это пока что каркас, единственное, что мне будет в ремонте сделать такое, что нужно маски назвать, это натяжные потолки, но мне благо повезло, мне Боря тут занимается, это пока что основание, будет натяжный потолок, белый, матовый, вот, и вот здесь вот, видите, по стенке, но она еще там засыхает, там будет идти LED-лента, которая будет, когда мне нужно снимать видео, включаться и выключаться, когда она мне нужна будет, мне, конечно, очень нравится штукатурка, вот я ближе вам показываю, она такая вот, эффект, как стен просто, вот, голых, нет, но на самом деле, когда она будет закончена, когда там проработка проведется, будет смотреться все совсем по-другому, я так чувствую, что в этом видео вы, наверное, уже не увидите, какой будет результат, потом вам покажу обязательно, и хочу снять видео, где я расскажу по шагу, как делался ремонт, что зачем делать, может быть, кому-то пригодится такая тема, будет полезной. Украшаем зубори елочку, у нас искусственная, потому что я против натуральных елок, не жалко, что деревья вырубаются, поэтому у нас такая вот искусственная, это гирляндачки, не красиво сейчас смотрится, потому что потолок подчеркивается, не так, как он есть на самом деле, но когда будет все до конца нельзя, мы выкладываем наши елочки, первые шаги, так, полка шаги. Фух, ребят, говорят новогодняя суета, но я думала, меня это не коснется, это просто дурдом. Вчера к нам приехали гости, дедушки, наши родственники, я все бросила, все планы поменяла, поехала на вокзал, встретила, как бы я не знала, что будут гости, дома там еда была, но такое, шаром прокатин, как бы так, перекусить я бы назвала, я пришла, давай бегом готовить, плюс родственники ехали дальше, они как проездом через нас, я давала им дорогу, дорогу еду собирать, потом думали уже с Бурей, все выдохнули, поедем домой, елку належать нет, позвонили по работе, ему сказали, там у него проблема, нужно ехать туда, поехали туда. Сегодня тоже планы были одни, в итоге, я хотела поменять права, у меня права старого, просто хотела нового, приехали в МРЭО, оказалось, нужно идти получать медицинскую справку, оттуда Буря говорит, ну раз уже приехали в этот район, давай съездим, подберем тебе краску для стены, поехали в один магазин, нету, во второй магазин, не знаем, брать, не брать, то та ли технология, не та технология, там все нужно смешивать, их там не просто идет, что одна краска. Приехала домой, мне тут посылки отправлять надо, я бегом по ссылке, тут же видео выгружать надо было, конкурсное, в этом видео, сейчас я немножко приду в себя, выпью кофе и проведу розыгрыш футболки, а розыгрыш, и это видео вы увидите в среду, в среду 27 декабря на канале, а конкурс, который заканчивается 27 декабря, вы с победителем, я буду пытаться связаться, прям завтра, а вы это видео увидите в недельном влоге, в следующем, то есть, ну, просто чтобы это все, конечно, тяжело понять, в общем, розыгрыш футболки в этом влоге, а розыгрыш трех вещей в следующем влоге, но с победителями я буду пытаться связаться заранее. Так, что еще, еще у меня на канале проходят еще два конкурса, конкурс вместе с Кристиной, я снимаю с блогером из России, и это конкурс международный, участвует и Украина, и Россия, обязательно поучаствуйте, если еще не участвовали. В общем, планы сумасшедшие, нервы на пределе, подарки еще не всем куплены, и я, кажется, схожу с ума. Боня приехал ко мне с эклерчиком, их была такая коробка, сходила я на почту, возвращаюсь, две штучки осталось. Дочке Боня сказали, кому ничего не показывать, стена свою, она еще не закончена, она еще в таком первоначальном виде, пока он поехал по делам, я все-таки решила вам показать, ее похвастаться ремонтом, это венецианская, а-ля венецианская штукатурка, потому что сама фактура венецианской штукатурки мне не особо нравится, но вот такая вот стена, она будет белая, с перламутровыми оттенками. Не обращайте внимания на стекло, потому что сейчас тут ремонт, я не знаю, я боюсь даже полу показать, потому что на полу вообще катастрофа творится. Мне сейчас нужно немножко поразбирать здесь все. Лишила небольшое включение сделать, рассказать вам, что сегодня первый раз за все время введения моего канала я поблокировала людей, вот такое настроение, я просто была замучена, и когда на меня появились еще комментарии такие странные, все, я так выдохнула, нажала кнопку, раз-раз-раз-раз-раз-раз, настолько легче стало, вот серьезно. Я никому гадости не пишу, никакие гадости не делаю, я же не показываю вам какой-то дурной пример или еще, что мне такие вещи писать, поэтому вот так вот, вот, поблокировала и счастливая. Сейчас уберу, возьму ноутбук и буду проводить результаты конкурса, я не могу туда добраться, до той комнаты, потому что там такая вот гора из стульев, диванов, кресел и всего, через которые я просто не могу переступить, и все находится в той комнате. Вот, не знаю, такого Нового года у меня еще не было. А, еще мне позвонили, говорят, знаете, мы будем стояк менять, я, а, стояк, еще и стояк с горячей водой, или с какой-то водой, все нужно делать, это будет 29 декабря, когда мне тут салаты резать, не успеешь от этого ремонта отойти, как уже следующий подступает. Вот. В общем, заботы, заботы, надеюсь, у вас все хорошо, хорошее настроение, не то, что у меня двердом еще настоящий. И, не знаю, как вам стена, но тут, конечно, непонятно, плюс она еще желтит, плюс еще потолок не натянули, будет натяжной потолок, очень красивый. И, как бы, еще тяжело понять, что будет. Ну, я уже для себя решила, что как только у меня будет нормальный фон, я начну снимать лукбуки, классные всякие наряды, у меня уже куча идей, допустим, знаете, взять одну вещь, там, одну кофту, и показать там всем нарядов с этой одной кофтой, либо там юбка это будет, либо куртка, то есть, так вот поиграть, то есть, знаете, все привыкли видеть меня, как шипоголика, с огромным количеством вещей, но на самом деле, я могу комбинировать вещи, я умею как-то вот выбирать для себя тему какой-то одежды, мне нравится экспериментировать с стилями, то есть, я не люблю ходить в одном и том же, но, в общем, буду развивать тему одежды, вот, что еще, потом у меня еще до Нового года я хотела кучу видео снять, и я хотела снимать уже все на новом фоне, ну, в общем, вот так вот, скользите за меня пальчики, чтобы я все успела. Про результаты конкурса. Я первый раз провожу такое, поэтому, может быть, где-то буду ошибаться. Конкурс на футболку проводился вот в этом вот видео, которое набрало 1668 просмотров. Заходим, копируем Ctrl-C ссылку, у меня еще, ой, не то сделала, это в моем репертуаре, это еще не, у меня еще, как назло, сломался осьминог, я теперь рукой держу, камера, наверное, трясется, так что извините меня за это. Ctrl-C, выбор победителя, я открыла программу Liza on Air, вот, видно, открыла я ее специально заранее вкладку, вот, как видите, здесь было пусто, ничего не было, вставляю ссылку на видео, так, а что не вставляемся, так, видно сразу по моим пируэтам, что я первый раз провожу конкурс, что так тяжело дается мне, а, я не ту кнопку нажимаю, вот, еще новый ноутбук, и очень, Ctrl-V, не так, не сейчас, это что же такое, не хочет, не хочет, не хочет, так, ребята, что-то, у меня уже, ребят, не научилась копировать, на макбуке, поздравьте меня, и сейчас, нажимаем кнопочку, 1070 просмотров, 70 комментариев, 81 лайк, мне повезет, я верю, так, 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 идет обработка, Настя, Настюня, ты выиграла футболку, сейчас я попытаюсь с тобой связаться, и если ты посмотришь видео, и мы с тобой не связались еще, значит, напиши мне обязательно, я сейчас буду пытаться найти тебе, написать тебе сообщение, поздравляю тебя, девочки, конкурсные вещи, на этой неделе, этого влога, будет вот такая вот футболка, фирмы Топ Сикрет, линейка молодежная, тролли, размер XS, футболка идет не на XS, она объемная, она подойдет и на больший размер, очень красивая, можете наблюдать все стразики на месте, покупалась мною лично, я ее так и не поносила, поэтому хочу вам подарить, участвует только Украина, к сожалению, пока я еще не могу позволить себе международные конкурсы, чтобы принять участие, пожалуйста, напишите в комментариях одно слово, хочу футболку или участвую, тут на ваше усмотрение, и также оставляйте какие-то контактные данные, это должен быть Instagram, или ВКонтакте, либо ваша почта, чтобы я могла с вами связаться, потому что очень тяжело искать девочек, которые победили в прошлых конкурсах, держу пальчики за вас, верю, что вы победите, и получите такую симпатичную футболочку.